С этой стороны должен сейчас подъехать через 5 минут мой автобус. Так, я пришла на остановку, дошла за 6 минут, от калитки до лавочки 6 минут, в прошлый раз было 7, потому что, потому что дорога благоприятствовала. Все серое, тепло, наверное будет дождь. Так, сейчас посмотрю, сидит ли тот арист в гнезде. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... комедия надо спросить у борислава я думаю что это фигурка да я думаю что эта фигурка это никак не может быть живая птица что-то я так думаю здесь такие камни гранитные и какие-то красные камни не знаю вдоль дороги и такой мог вот хочу такую тепличку чтобы борислав сделал тоже сделано из всего что было я тоже хочу тепличку в общем вырисла вот это вот тепличка пожалуйста сила мне тоже такой домик хотя бы даже пускай будет поменьше но чтобы тепличка была надо поездить по мусорным точкам бывает что по крайней мере пару лет назад так еще было люди делают ремонты и выставляют вот эти старые рамы мы их возьмем засунем фундай привезем сюда на хутор и можно делать тепличку вот такие почки уже что-то Это крыльчьи клетки, кстати, много крыльев у них, это летний душ, это уже следующий двор, это наши родичи. Трою родные, наверное, моего деда, родного, родная сестра здесь жила, бабушка Наталья, несколько лет назад она умерла, а ее дети живут в соседнем селе, через которой мы проезжаем. А этот двор со всеми хозяйственными постройками, дом и многое чего, колодец там, стайки, сараюшки, все хорошо, дед Виктор делал качественно, мастерски. Все продали еще дальше своим родичам. Кстати, лавочка эта, хотя она смотрится вот такой наклоненной, такой никакой, я думала, честно говоря, я уже на ней сидела, что она уже готова развалиться. Но она очень даже капитально стоит. Если, может быть, 200 килограмм с разгоном грохнется, тогда и лавочка грохнется. автобус. Заката нет, солнца нет. Автобус. Сейчас мы его зафиксируем. Должен быть такой зелененький он был. По времени это должен быть автобус. Давай быстрее. Опа, вот он. Впервые. Ну да, можно сказать так. Впервые в жизни я купила перец ВТБ, который килограмм 100 гривен. И вот этот перец на 22 гривна. Такой шикарный, просто шикарный, мясистый. Судя по весу ого-го. И у меня вопрос насчет семечек, если собрать. Что за семечки, что прорастет. Это очень мне любопытно. Впервые в жизни, почему так говорю. Потому что мы не покупаем вот эти овощи, фрукты, которые не сезонные. Тем более в этом. Вот такой перец оказался. Внутри такие косточки. Прям возьму завтра и посажу. И буду смотреть. Как цветок граната. Это аромат самого настоящего перца с огорода. Когда сезон перечный. Красавчик. Сейчас будем кушать салат. Это семечки. Это турецкий, кстати, перец. Семечки, я так понимаю, по идее, не должны ни прорасти. Ни дать плоды. Может прорастут, но плодов типа не дадут. Будем посмотреть. Итак, мы имеем вот такой салат. Из огурца. Много-много лука. И этого хваленого перца. Красного, болгарского. Сочного, присочного. Душистого, полидушистого. Сейчас мы будем кушать гречневый суп. И этот салат. Всем приятный аппетит.